Добрый вечер, уважаемые телезрители! Телеканал Видное ТВ начинает свою работу в прямом эфире. И сегодня мы пригласили к нам в студию заместителя главы администрации Ленинского района Селезнева Алексей Петрович. Алексей Петрович, добрый вечер! Добрый вечер! Спасибо, что отвлеклись на наши приглашения. А для наших телезрителей обозначаю тему нашего сегодняшнего эфира и нашей встречи. Это антитеррор, это наркомания, это противодействие коррупции, призыв в армию, гражданская оборона, чрезвычайная ситуация. Именно об этом мы будем беседовать в ближайшие 45 минут. Поэтому телефоны вы видите на своих экранах, присоединяйтесь к нашему разговору. И те темы, которые я озвучил, если они вам интересны, то можете задавать по этим темам свои вопросы. Алексей Петрович, первая тематика, о которой хотелось бы поговорить, это направление, которое вы занимаетесь, курируете в администрации Ленинского района. Это антитеррористическая деятельность. Было какое-то время, когда лично мне казалось, что мы уходим. И слава богу, мы уходим от такой страшной вещи, как терроризм. Но последние события показывают, что, скорее всего, это была временная передышка. Давайте расскажем нашим телезрителям, в каком направлении ведется работа, как она осуществляется. Да, мы сегодня выбрали, на мой взгляд, очень актуальную тему. Это борьба с терроризмом. Я, наверное, не буду приводить те факты, которые произошли буквально в самое последнее время. Причем, что интересно, они произошли во всем мире. То есть, это говорит о том, что, к сожалению, какая бы сильной ни была страна, будь то Соединенные Штаты Америки, Россия и так далее, все они подвержены воздействию террористов. И, естественно, что помня те печальные годы, о которых вы говорили, когда были взрывы в Москве домов совсем рядом, когда взрывы были самолетов. Вот правильно, все мы надеялись, что это был период, который больше не возвратится, но, к сожалению, приходится вновь и вновь к этой теме обращаться. Наша задача, конечно, в этих условиях сделать все необходимое или все зависящее от нас, а может быть даже и больше, чтобы, самое главное, не пострадали наши люди, то есть обеспечить безопасность наших людей. И в этом отношении, в том числе и органы местного самоправления тоже вполне могут проводить определенную работу. Наряду, конечно, и в тесном взаимодействии с правоохранительными органами. Поэтому, вот работая в этом направлении, а поскольку я еще раз говорю, что эта тема касается в основном органов федеральных, ну, что говорить, с терроризмом борются у нас, допустим, и полиция, да, и прокуратура, и суды, и там работники МЧС, да, военной части, и ими командовать, да, как бы органы местного самоправления не могут или не имеют права. Поэтому мы эту работу ведем через комиссию, да, антитеррористической комиссии Ленинского района, создана ее возглавляет глава района Хромов Олег Владимирович, куда входит представитель всех федеральных служб. И таким образом, принимая решение, ее, это решение принимаете каждый член комиссии, будь он работник администрации или он работник федеральной службы. И вместе мы контролируем выполнение наших решений. Ну, и опять же, да, казалось бы, что может сделать комиссия в этом направлении. Я считаю, что она может сделать многое. Потому что, если мы свою работу будем вести координированно, то есть понимая, кто что делает и за что отвечает, то мы, в крайнем случае, на территории своего Ленинского района, наверное, создадим условия, которые очень сильно, да, а лучше бы вообще затруднили деятельность террористических каких-либо групп, организаций или отдельных лиц. Ну, к примеру, после, вот у нас эта комиссия, как я уже сказал, создана, там по регламенту она собирается один раз в квартал. Но вот в связи с последними событиями, конечно, заседание ее проходит гораздо чаще, а в ноябре прошло два заседания комиссии. Первое мы проводили 3 ноября перед нашим празднованием Дня народного единства, поскольку уже тогда поступали сигналы о возможных террористических актах. Впоследствии они совершились во Франции. И проводили ее 16-го, это уже после событий во Франции. Я вот должен опять же сказать нашим жителям района, что если обычно на заседаниях нашей антитеррористической комиссии района присутствует ну 20, ну 30 человек, то 16 ноября присутствует более 100 человек. Но это не случайно. Мы пригласили не только членов комиссии или там актив района, но мы и пригласили еще руководителей крупных торговых комплексов, руководителей учреждений образования, здравоохранения, транспорта, поскольку эти объекты на сегодняшний день являются первостепенными, лакомимыми в кавычках, конечно, кусочками для террористов. И, естественно, мы на комиссии выработали ряд мер и дали поручения, которые заключались в следующем. Во-первых, это обеспечение пропускного режима. Конечно, он должен быть незаметным для большинства жителей, чтобы не было паники. Это тоже очень важный вопрос. Ведь можно такую панику навести на население. Первое, это слаженная, невидимая, но твердая работа тех служб, которые в этом задействованы. Второе, это проверка всех зданий, особенно заброшенных, чердаков, подвалов, где могут скрываться люди или куда могут быть занесены взрывчатые вещества. Естественно, это тоже очень большая работа, и служба за это отвечает. Далее, мы особое внимание обратили на охрану учреждений образования, где наши дети, здравоохранение, опять же, пропускной режим, система видеонаблюдения, охрана этих помещений, чтобы эти службы работали в усиленном режиме. Далее, это информация, по которой, значит, необходимо было создать такие условия, чтобы любой житель района в случае происшествия мог срочно и коротко, да, по минимуму времени обратиться, да, сказать о событии. И для этого, значит, не только в нашем районе, здесь это заслуга и правительства Московской области, вот для этих целей в том числе, не только для этих, но для этих целей в том числе, создана служба экстренных вызовов, так называемая служба 112. Что это значит? Это значит, что любой житель района, имеющий под руками телефон, в случае какого-либо происшествия, ну, к примеру, заметил пожар, ну, заметил, человеку плохо стало на остановке где-то на улице, да, или происходит какая-то драка на улице, или, я не знаю, там разбойное нападение, да, или, может быть, дорожно-транспортное происшествие. Так вот, он, будучи свидетелем события, мог очень быстро набрать цифру 112 на этом телефоне, и ему ответят, служба экстренных вызовов 112, Ленинский район, и, в принципе, оператор должен представиться. Задача этого человека, который позвонил, коротко сказать, что происходит и где происходит. А дальше уже работать начинает вот эта служба. Оператор, который принял этот сигнал, ну, он может задать, конечно, несколько поясняющих вопросов для себя этому человеку, который позвонил, и дальше он включается в работу, да. Если это случилось там с человеком, что-то, я знаю, сознание потерял, значит, он привлекает скорую помощь, да. Если это пожар, значит, противопожарная служба. Если это какое-то нападение, то полицию и ряд других служб, которые будут задействованы. При этом он контролирует, обязана служба 112 контролировать исполнение. Не просто позвонил и сказал, там, допустим, на школьный дом 22 стал человек плохо. Он еще обязан проконтролировать, что по его сигналу выехала машина скорой помощи на это место. И должны потом были доложить, там, условно говоря, что с человеком. Его, там, допустим, приняли соответствующие меры. Или направили в больницу. Или он там, условно говоря, сделали на месте что-то, и его отпустили. То есть, вот, это очень важное звено, причем оно еще создано даже не во всей России. Вот, насколько, значит, я осведомлен, такие службы действуют в Москве, Московской области, Калужской, Тверской области. Наверное, оно дальше распространится. Но у нас большая заслуга в том, что нам удалось эту службу запустить, в том числе и в нашем Ленинском районе. Ну и, конечно, это потребовало затрат определенных. Надо было выделить для работы этой службы помещение. Надо было набрать людей, квалифицированных людей. Надо было этих людей обучить. Обучить, оборудование. Оборудование установить, да. Конечно. Причем на все имеются соответствующие требования. Конечно. Вышестоящих органов. Вот мы такие условия создали. У нас круглосуточно работает эта служба. Там постоянно дежурит 4 оператора, которые круглосуточно дежурят. При этом я скажу, что интересно, если человек позвонил по телефону 112 и ему в течение определенного времени никто не ответил, что недопустимо. Ну, отвлекся оператор, я не знаю, по каким-то причинам. То сигнал автоматически уходит в областную службу. То есть все равно звонок не останется неотвеченным. Но это минус уже работы нашей службы районной, что оператор пропустил звонок от жителей Ленинского района. Конечно, я должен сказать, что поскольку эта служба, по сути дела, принята в эксплуатации с 1 декабря, хотя, естественно, мы ее опробовать начали значительно раньше, есть и недостатки еще определенные. Нам, к примеру, мы пока не очень понимаем, это уже задача технических работников, причем не нашего района, а области, и, может быть, России, разобраться, что к нам приходят звонки с других субъектов Российской Федерации на наш телефон 112. Жители Москвы и особенно много жителей бывшей территории Ленинского района, таких как Коммунарка, Сосинки, Ватутинки, Московский. Надеемся, что с помощью Министерства информации, правительства Московской области, мы здесь наведем порядок. Что еще хотел бы сказать в отношении антитеррористической работы? Вот мы, так сказать, в каждом вопросе большое дело имеет профилактика, то есть заведомо упреждающая работа. И для того, чтобы когда случится уже, то беда происходит, то порой люди неопытные, они теряются, просто не знают, что делать. И вот в этих целях, чтобы, в принципе, люди знали, что в этой ситуации делать, мы проводим тренировки или учения. Вот, к примеру, мы провели уже буквально в ноябре-декабре три таких учения. Ну, можно тренировку, учения, не суть важна. Значит, одно в октябре мы провели в троллейбусном парке, когда разыграли, значит, инсценировку захвата заложников, работников троллейбусного парка. И, естественно, действия наших правоохранительных органов в этой ситуации. Работа той же службы системы 112. Как быстро дошел сигнал до соответствующей службы, как эта служба быстро среагировала на это. И вот первое такое учение по троллейбусном парке, оно выявило ряд недостатков. В том числе и в работе системы 112. Оказывается, что сигнал у нас по непонятным причинам шел с момента поступления, сигнал с троллейбусного парка, что там захвачены заложники, до нашей полиции, ее действий, аж 15 минут, что категорически недопустимо. Ну да, это многовато. Были и другие, как говорится, упущения. Мы все это проанализировали. Вот буквально недавно провели еще одну тренировку в троллейбусном парке, но уже сцену разыграли нахождение в троллейбусе пакета, неизвестного, с подозрением, что там находится взрывчатое вещество. Значит, при этом это все произошло, когда троллейбус зашел в парк, из него вышли люди, а там оказался пакет, обнаруженный службой охраны. Опять же, да, кто об этом сообщил, куда сообщил, как быстро дошел сигнал, как быстро отреагировал правоохранительный орган. И вот здесь я вам скажу, что уже результат был другой. Вот все сигналы с момента того, как дежурный обнаружил этот пакет, до прибытия милиции составил 6 минут. То есть значительно уже лучше. Но я скажу, что и этот результат нас уж совсем на отличном нельзя назвать. На мой взгляд, или на наш взгляд, это должно быть 3, ну максимум 4 минуты. Но тем не менее, было все значительно лучше. Была проведена эвакуация работников троллейбусного парка. Приехала оперативная группа полиции с собакой, которая, естественно, обследовала этот пакет. То есть были приняты соответствующие меры. Аналогичную тренировку мы провели на нашей, в городе Видной, на нефтебазе «Лукоил». Это на сегодняшний день наиболее такое опасное место на территории района. Я бы сказал, взрывоопасность. Взрывоопасность, совершенно верно. Поэтому мы ему и уделили внимание. Тоже учения прошли нормально. Но были выявлены, опять же, ряд недостатков. Которые, поскольку эта нефтебаза принадлежит «Лукоиловская», мы пригласили управление безопасности от «Лукоила», обсудили с ними анализы проведенного учения и выдали свои рекомендации. В частности, мы им порекомендовали обеспечить территории нефтебазы громкоговорящей связью и оборудовать там сирену. У нас есть еще система оповещения в городе и районе. Так вот, мы их попросили за свой счет сделать сирену и подключить ее к нашей системе. Мы надеемся, что они выполнят наши рекомендации. То есть, наряду с проведением учений мы находим изъяны. Да, кстати, в троллейбусном парке мы также порекомендовали. У них есть внутренняя связь, по которой была объявлена об эвакуации. А вот внешняя связь, она у них практически не слышна. Мы им тоже порекомендовали оборудовать громкоговорящую связь, чтобы это было слышно хорошо работникам. То есть, вот, причем вот такие, так сказать, планы проведения учений, они также вырабатываются вот этой самой антитеррористической комиссии Ленинского района, которая проходит свои заседания, которая анализирует обстановку, выдает рекомендации, проводит такие учения, тренировки. Мы их будем проводить и на предприятиях нашего района. И этим самым мы повышаем уровень безопасности и предприятий жителей нашего района. Напоминаю нашим телезрителям, 541-2540 и 541-2525. Телефоны прямого эфира, я думаю, те, кто нас уже смотрит, они определились с той темой, которую мы сегодня обсуждаем. Алексей Петрович, пока мы говорили об антитеррористической деятельности, поступило несколько вопросов от наших телезрителей. Насколько это по вашей тематике? Какая работа ведется у нас в районе в сфере миграционной политики? Как известно, среди мигрантов иногда могут попадаться террористы. Да, тоже, кстати говоря, очень актуальный вопрос. Ну, вы знаете, что у нас есть, опять же, федеральная служба миграции, которая есть отделение в нашем Ленинском районе. Это как бы ее вопрос, но тоже представители входят и в состав антитеррористической комиссии. Комиссия, ну вот я вам, чтобы как бы долго не говорить, последний пример, нам поступил сигнал с деревни Ближней Прудище, что в таком-то доме проживают лица определенной национальности, которые на взгляд заявителя не зарегистрированы, не прописаны. Мы направляем тут же информацию службу миграции, чтобы они провели проверку, а это их обязанность. И дальше просим нас проинформировать, они нам выдают информацию, мы принимаем решение дальнейшее. В частности, по этому вопросу факты подтвердились, в результате дело было передано иск в суд, вот ждем решения суда, по сути, по выселению граждан незаконно и депортации за пределы России. Поэтому в этом отношении тоже работа проводится, и таких сигналов, я вам скажу, поступает много. Не везде почему-то те органы, а это, я считаю, задача нашей полиции первоначально, до, ведь можно, что уж там говорить, та же миграционная служба наша, к сожалению, не всегда оперативна. Даже вот под нашим контролем, то ее приходится подталкивать, чтобы был более оперативный выезд на место, предоставление информации. А первоначально это может сделать, допустим, участковый полномоченный. Вот здесь, опять же, наша задача, в том числе и нашей антитеррористической комиссии, скоординировать их работу, чтобы не было вот этих изъянов, которые, к сожалению, есть. Я уж не буду сейчас, да, с одной перекладывать на другое. Мы в рабочем порядке эти вопросы решаем. Самое главное, чтобы мы должны сделать правильные выводы и направить работу всех служб, и они работали сообща. Хорошо, спасибо. Еще вопрос от нашей телезрительницы. Усилили охрана химических предприятий, таких как Москокс и Гипсобетон. Проводится ли с ними какая-либо работа? Ну, сразу скажу, значит, на Москокс, или бывший как МКГЗ по-старому, сейчас он правильно называется, акционер общества Москокс. Я был буквально в ноябре месяце, ознакомился с системой работы этого предприятия. Там есть заместитель директора по безопасности Голиков Николай Николаевич. Мы с ним проехали всю территорию завода, посмотрели укрытие, которое имеется на заводе. Здесь мы уже перейдем в область гражданской обороны, поскольку эти вопросы, они связаны тоже близко. Ознакомился с работой службы безопасности Коксогазового завода. Ну, собственно говоря, вы знаете, он у нас на сегодняшний день не числится опасным предприятием. Раньше там были просто большие запасы газа, который обеспечивал в свое время и Москву, и вырабатывался для этих целей. Сейчас этого нет. Тем не менее, это предприятие для нас знаковое. И вот я, как бы, приступив к работе, с чего необходимо, в первую очередь, именно посетить такие крупные предприятия, Коксогазовый завод, ВНИИГАЗ, завод ГАЗДЕВАЙС у нас сейчас крупный. Но гипсобетон как раз у меня на очередь на следующей неделе. Но тут телезрительный задал вопрос именно по охране, о том, что это крупные предприятия, чтобы не было проникновения. Охрана существует, пропускной режим, сам его видел. Служба охраны с выводом в диспетчерский пункт, есть система видеонаблюдения. То есть работа службы на заводе идет. Но есть и замечания, которые мы тоже высказали. Не буду говорить об этом, да, и, наверное, не стоит о недостатках нам рассказывать, чтобы этими недостатками не воспользовались наши недопожелатели. Главное, чтобы их исправили те, кто должен это сделать. Да, по результатам мы с директором завода встретились, мы рассказали о нашем видении проблемы, послушали их. Мне понравилась там интересная работа, есть специальная бригада предотвращения случаев, вот в том числе и по... Техногенных каких-то катастроф. Именно вот связанных с газом. Да, то есть у них есть специальная бригада, шести человек мы встретились с руководителем этой бригады. То есть может быть не то, что взрыв, а загазованность произойти за повреждение, да, какого-либо трубопровода. И тогда вступает в действие вот работа этой бригады. Они знакомили нас с техникой, которая сейчас, да, стала значительно лучше. Они нам дали сравнить то, что было раньше техника, в том числе баллоны, которые, маски, да, и так далее. Они работают в загазованных условиях. Вот. И то, что имеется сейчас. И мне понравилось. Работают молодые ребята, хорошее оборудование. Я уверен, что, не дай бог, да, постучим по столу, чтобы этого не случилось. Но если что-то случится, эта бригада сработает хорошо. Сам убедился вот как бы на месте. Мы с вами, Алексей Петрович, 25 минут посвятили из нашего эфира. Почти половина. Да, почти половина. Тогда нам бегом придется уже по остальным идти. Да, но, к сожалению, это такая тема, которая нельзя не уделить ей внимания. И я извиняюсь, Олег, я хотел бы обратиться к жителям района, что в случаях, да, если они заметят вот те, то, о чем я говорил, посторонние предметы, находящиеся в транспорте, да, в жилых домах, в подвалах, еще где-то брошенные или забытые, или специально кем-то подложенные, сообщать об этом. Ну, вот самые первые короткие, я уже говорил, наберите 112, скажите, где, что и кто вы. Есть еще телефоны, 541-29-22. И есть телефон доверия. Здесь уже можно, как бы, с не торопясь, рассказать, да, все, что вы думаете. В том числе и о нас, об администрации Ленинского района. Он не, как бы, записывается, но нам важно мнение жителей района. Это телефон доверия главы Ленинского района и его номер 8495-541-6100. Пожалуйста, обо всех. Да, 541-6100. Обо всех предложениях, замечаниях, просьбах и так далее можете сообщать по этому телефону. Все звонки записываются, имеется в виду сообщения. И будем принимать меры. Спасибо. Следующая тема, которую хотелось бы обсудить, ну, я так ее обозначил условно, это гражданская оборона и чрезвычайная ситуация. Но начать бы хотел с вопроса нашего телезрителя. Жители города Видной периодически слышат вой сирены. Что это такое? Объединяем эти две темы и вопрос в одну. Совершенно верно. Это как раз да, входит в систему гражданской обороны. Я уже в предыдущем по антитеррористической деятельности рассказал, что у нас есть система оповещения в городе и районе, которая представлена сиренами. Ну и периодически мы проверяем их работоспособность. Я бы даже сказал, команда у нас поступает с области, а мы обязаны просто следить, все ли система срабатывает. И поэтому периодически мы об этом даем объявление. Если кто-то внимательно следит, то мы в газете или по телевидению главам поселений отдаем информацию, что будет проходить проверка, система оповещения. Вот это относится к гражданской обороне. На случай, опять же, не дай бог, каких-либо ситуаций мы проверяем работу этой системы. А еще по гражданской обороне. Вы знаете, на самом деле очень интересный такой вопрос. Обязаны ли операторы сети и в новостройках транслировать телеканал «Видное ТВ» как одну из систем оповещения гражданской обороны и информировать жителей о работе администрации и о тех событиях, которые происходят. То есть, видите, наш эфир, можно расценивать в какой-то степени то, что мы тоже рассказываем, говорим о гражданской обороне, об антитеррористической деятельности. То есть, телезрители нашего канала и нас, как говорится, как источник информации воспринимают достаточно серьезно. Как профилактическая работа, которую мы проводим перед жителем Ленинского района. Но я считаю, что однозначно. Нет, просто не во всех новостройках присутствует порой телеканал «Видное ТВ». А, ее видно. Не во всех новостройках. Я понял, о чем вопрос. Поэтому они и говорят, что мы проводим эту профилактическую работу на телеканале эфира, тот же сегодняшний нас. А не все жители порой могут видеть это. То, что это надо, у меня сомнений нет. Я был всегда сторонником того, чтобы наше телевидение развивалось, как говорится, во всех направлениях, в том числе обязательно в новых микрорайонах. Но это отдельная тема, которую надо посвятить. Здесь есть свои вопросы, которые надо отдельно обсуждать. Поэтому, если мы сейчас, наверное, уйдем в эту тему, оставшись время... Я могу представить, как вам и мне, насколько эта тема близка и интересна. Еще один нарыв, по-другому я, наверное, не смогу это обозвать. Это наркомания. А по ГОИЧС мы уже завершили? Ну, у нас очень мало времени, а темы-то еще хотелось бы обсудить. А ГОИЧС, ну, если только в двух, как говорится, строках, если что-то донести? Да, просто сказать, что мы не сидим тоже сложа руки, да. Хотя, может быть, сейчас это чуть менее актуально, чем антитеррор. Но, тем не менее, это всегда очень актуально, да. Это, опять же, защита и безопасность наших граждан. Я хотел, может быть, только сказать, опять же, что работает комиссия, ее та же возглавляет, глава района, да, по предотвращению и ликвидации через чайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности, да. Вот, и то же, что мы проводим тренировки и учения, вот буквально 17-19 у нас в ноября проходили всероссийские учения, в которых наш район принял участие. Мы развертывали пункт радиационной защиты. Есть у нас такая защита во вне газа, да, тоже был свидетелем работы. Очень понравилась работа отряда, да. Мы развертывали пункт эвакуации, пункт выдачи продуктов, питания, одежды. То есть мы этой работой тоже, уважаемый житель, занимаемся. А почему я хотел еще несколько слов сказать, что касается противопожарной безопасности. Да, давайте. Это очень актуально тоже для всех нас, к сожалению. Статистика говорит, что количество пожаров в Ленинском районе не сокращается, а увеличивается. Вот, к примеру, да, с начала текущего года в районе произошло 68 пожаров, на которых погибло, погибло 6 человек. Травмировано 4 человека, уничтожено 23 строения, 7 единиц автотехники. Общий ущерб составил 84 миллиона рублей. То есть вот эти даже совсем короткие цифры говорят о том, какое это тоже опасное дело. Я опять же почему это говорю. Значит, приближаются новогодние праздники. И как показывает опыт, это самые пожароопасные дни. Поэтому, уважаемые жители нашего района, сделайте все для того, чтобы эти дни не стали у нас самыми пожароопасными. А для этого, да, правильно используйте пиротехнику. Как бы мы ни говорили, все равно ей люди будут пользоваться. Соблюдайте инструкцию, соблюдайте, где это можно использовать, именно в каких местах. Не допускайте к этому детей, да. Не делайте это в соответствующем состоянии, да. Или контролируйте, чтобы те люди... Я бы сказал, в несоответствующем состоянии. Да, да, ну, будем в пьяном виде, да. Следите за теми, кто это может допустить. То есть, соблюдайте правила пожарной безопасности элементарной. Давайте вместе все сделаем для того, чтобы Новый год у нас запомнился только праздниками, а не дай бог пожарами. Вот я, что хотел бы сказать по этой теме. Ну, только присоединяюсь, только присоединяюсь к этим словам. И, конечно, мы еще не раз будем об этом говорить. Новогодние праздники не за горами, но все-таки еще есть время. Поэтому, действительно, давайте жить, как говорится, в здравии, да. И в хорошем расположении духа. Ну, и все-таки переходим к теме, которую я чуть раньше озвучил. Это тема наркомании. Как я уже сказал, это действительно очередной нарыв, да, на теле общества. Не знаю, сможем ли мы когда-нибудь ее победить, но, по крайней мере, бороться с ней мы обязаны, как говорится, до последнего патрона. Насколько заряжены в нашей обойме Ленинского района те боеприпасы, по которыми мы будем бить по этой страшной-страшной проблеме? Да, абсолютно поддерживаю ваши слова о том, что это страшная-страшная проблема, да. Которая, к сожалению, разрастается, да. Не люблю это слово, как раковую пухоль. Но, вот, к сожалению, наверное, более правильно не скажешь. Вы представьте себе, что в Советском Союзе было 50 тысяч наркоманов. Во всем Советском Союзе, да. Во всем, правильно, во всем Советском Союзе. Сейчас, да, в России 7 миллионов наркоманов. Вы представляете, как выросли эти цифры? Это данные не мои, это данные нашей Федеральной службы по обороту наркотиков. И, естественно, что это коснулась беда и нашего района. Мы, вот, я опять же приведу коротко такие данные. За 9 месяцев этого года выявлено 70 преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Привлечено к ответственности 16 человек. Выявлен один наркопритон. Это все на территории нашего района. Значит, произведено изъятие, 21 изъятие наркотических средств. Изъято более 228 килограммов наркотических веществ. В том числе более 4 килограмм героина. Я помню, эти данные когда-то были большими для всей страны. Теперь мы, к сожалению, оперируем данными по нашему району. И поэтому говорить о том, что это зло и очень большое, я думаю, что вот даже достаточно этих цифр. Работу ведем. Опять же, существует комиссия, да, которая проводит, вот опять же, я был на последнем заседании комиссии, которая проходила в конце ноября. Мы приглашали на заседание этой комиссии наш наркологический динспансер. Значит, мы приглашали на заседание нашу комиссию по делам несовершеннолетних. Нашу полицию, естественно, наш отдел по борьбе с наркотиками. Это второй отдел третьей службы, значит, России по Московской области. И опять же, наша задача скоординировать работу вот всех этих служб. Есть, конечно, интересные вещи, я вот тоже как бы столкнулся. Когда, к примеру, полиция готова работать с людьми, которые подвержены этим, а наркодинспансер не вправе эти фамилии разглашать. Вот интересные вещи. То есть, а как с ними работать, если мы их не можем получить фамилии? Проблема? Проблема. Чтобы решать и работать с этими людьми, надо знать их. А это тайна. Ну, находим пути решения. Или такой, к примеру, для меня факт, что если больной человек в течение года, ну, к примеру, обратился, его поставили на учет, а следующий год он не обратился, он считается снятым с учета. А если, да, он в течение года не обратился, независимо, больной он остался, умер, или, ладно, это понятно, а если он остался больным, или еще сильнее стал употреблять наркотики, он считается снятым с учета. То есть, есть моменты, которые надо решать, и, наверное, решать даже на федеральном уровне. Порадовало что меня, опять же, применитель для нашего района? Это вот результаты работы нашей комиссии под делами несовершеннолетних. Они тоже ведут учет работы вот такой молодежи, которая хотя бы раз употребила наркотики, замечено, они их ставят на учет. И вот по их данным, я вам что меня порадовал, что по сравнению с прошлым годом на учете в этой комиссии количество лиц сократилось со 150 до 70 человек. Это очень хороший показатель. Кстати, говорят о небольшом сокращении и нашей федеральной службы по обороту наркотиков в России. Вот я назвал цифру по России 7,3 миллиона рублей. Говорят, что еще 2-3 года назад их было 8 миллионов. То есть сокращение идет. Какая-то работа проводится, но все мы понимаем, что тут совершенно нельзя успокаиваться на этом. И работу надо в этом направлении только усиливать. В том числе и под тем проблемам решать. Да, есть проблема, где этих людей лечить. К сожалению, тоже у нас мало таких заведений. А те заведения, которые есть хороший, там режим свободный, человек может уйти и имеет право на это. Вопросов очень много. Это тоже вот тема. Мы на комиссии 2,5 часа обсуждали. Ну, наверное, за 10 минут, конечно, всех проблем не расскажешь. Конечно. Хотя у меня, вот честно, я скажу, вот у меня, как у человека, как у гражданина, есть, наверное, своя точка зрения на это, свое мнение. Вот я бы обратился к законодателям, прежде всего, не разрабатывать какие-то программы, еще что-то такое. Да надо просто либо срок увеличить за распространение наркотиков, либо ввести уж, наверное, сейчас совсем крамольную вещь скажу. Смертную казнь, да. По-другому, не сможем, да, какими-то постановлениями реально искоренить наркоманию. Знаете, Олег, я здесь с вами полностью согласен. Да, мы понимаем, да, тех, кто выступает против смертной казни в какой-то степени, но я не понимаю то зло, да, которое вот приносит нам эти наркотики. Они несут смерть. Да, на мой взгляд, они превышают все вот эти доводы против смертной казни. Я сторонник однозначно. Это люди, которые несут смерть. Абсолютно. С такими людьми, их, так сказать, просто, на мой взгляд, бесполезно с ними работать. Согласен. Еще есть одна тема, о которой хотелось бы поговорить. Также курируете вы в администрации Ленинского района. Это вопросы противодействию коррупции. Также есть комиссия по этой теме. Давайте поговорим о ее работе. Что за, может быть, какой-то короткий период удалось уже в районе сделать и по этому направлению? Да, ну тоже большой кусок работы, большая тема. И тоже тема коррупции, она, к сожалению, не исчезает с наших страниц и из нашей жизни. Самое главное, что говорить, подвержен ей наш Ленинский район. Будем самокритичны в этом отношении. На данном этапе, буквально сегодня состояло заседание комиссии по противодействию коррупции. Мы, кстати, рассматривали там итоги прошедшего года. Мы на своем уровне, ну, конкретно наша комиссия следит, во-первых, за том, чтобы соблюдался закон, да, о противодействии коррупции, согласно которого, допустим, глава района, я там как заместитель, другие заместители, совет депутатов Ленинского района, главы поселения, в обязательном порядке, официально на сайте администрации заполняли определенные, да, публиковали наши доходы и расходы, да, в обязательном порядке. При этом и руководители муниципальных предприятий также это обязаны делать. Вот наша комиссия следит за этим, и мы, я вам скажу, опять же, не буду называть фамилии, но находим таких людей, которые по каким-либо причинам это не сделали. Поэтому это один из вопросов, это соблюдение, еще раз говорю, закона о противодействии коррупции. Да, там есть и запрещение вкладов, да, в иностранных банках, в содержании, там, как говорится, хранения наличных денежных средств. Вот это тоже мы соблюдаем. Я хотел бы сказать, что проблему с коррупцией наш президент Владимир Владимирович Путин очень активно... Вот буквально на обращении в федеральном собрании он об этом говорил. Он обсуждает, когда он сказал, что коррупция это препятствие для развития России. То есть, как все мы говорим, там, рыба гниет с головы, да, но с головы же она, наверное, да, и должна оживать. Поэтому президент настроен на борьбу с коррупцией. Наш губернатор Воробьев Андрей Юрьевич провозгласил 7 принципов борьбы с коррупцией. За неимеемое время не буду их называть, но они имеются у нас. Вот, поэтому будем эту работу развивать. Она новая, но я вам скажу, что сейчас уже на уровне области создается управление по борьбе с коррупцией. Не исключаю, что, возможно, в будущем какие-то структуры или люди хотя бы за это будут и в районах назначены. И вот то, что было раньше, несколько лет назад, и то, что происходит сейчас, да, а я имею же опять в смысле опубликования данных, когда это может любой человек посмотреть, работа идет. Я думаю, что она будет со временем только ужесточаться. Ну и плюс, конечно, очень важно нам, это уже наша задача, создавать условия, когда человек меньше сталкивается с чиновниками, а решает свои вопросы, проблемы, помимо чиновник. Ну, опять же, пример здесь, работа МФЦ. То я должен бежать к каждому чиновнику, просить, подписать, согласовать, там что-то, он может что-то за это просить. И когда я сдаю документы в МФЦ, плачу за это деньги, а через определенное время на руку получаю результат, не бегая никому из чиновников. Вот это важные моменты. Мы их у себя в районе внедряем, у нас работает МФЦ, есть какие-то замечания, но мы уверены, что это направление мы будем развивать. Ну, именно поэтому государство и пошло по этому направлению. Чтобы люди меньше сталкивались с чиновниками, а решали свои вопросы и проблемы помимо их. Ну, и, к сожалению, остается буквально две минуты, но есть тема, которую я не могу не спросить. Сейчас идет осенний призыв в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Есть ли какие-то данные, выполним ли мы план по новобранцам? И где вообще будут служить молодые ребята Ленинского района? Да, значит, вы знаете, вот опять же, несколько лет назад, опять же, жители района, все свидетели этому, что многие наши, наша молодежь не хотела служить в армии. Да, было такое. Не только не хотела служить в армии, а просто уклонялась. И не только уклонялась, а мы вынуждены были сотрудникам милиции или полиции сейчас их разыскивать, да, и приводить на призывную комиссию. Вот я вам скажу, как участник и член призывной комиссии нашего района, которая у нас проводит свои заседания еженедельно, по вторникам мы проводим такие заседания в Домодедово, являясь свидетелем, когда приходят парни, которых призывают. И вы знаете, ну вот меня просто изумило поведение этих ребят. Много случаев, когда приходит молодой человек, говорит, хочу служить в армии, мы ему говорим, у вас есть право на отсрочку. Он говорит, нет, не хочу отсрочка, хочу отслужить. И таких случаев, поверьте, сейчас много. И поэтому, благодаря такому настрою, он просто переломился, мы успешно выполнили заданный план для Ленинского района по призыву. Хотя работа призывной комиссии началась с 1 октября и закончится 31 декабря, уже на сегодняшний день мы свое задание выполнили. Вот кому-то повезет, 31 декабря по фарме пойти служить. Я думаю, мы постараемся, поскольку мы уже задание выполнили, 31 декабря не проводить заседание комиссии, призывать кого-то. Я надеюсь, что мы не побеспокоим праздничное настроение, не испортим ни у кого, поскольку мы поработали до этого времени. И вот уже на сегодняшний день, как я сказал, задачу свою выполнить. А вообще у нас призыву подлежит на 448 человек. Это хорошая цифра. Но, естественно, они не все будут призваны, поскольку очень многие, я вам скажу, где-то 50% по учебе дается строчка, плюс сюда прибавляется по болезни, есть другие причины. Но вот общее количество призванных, которые проходят через нас в комиссии, это вот такое количество. Ну что ж, спасибо. Я помню, когда мы с вами проводили эфир, там несколько лет назад у нас было 30 минут на это отведено. Но сейчас мы уже используем 45 минут для встречи, и нам все равно не хватает времени, чтобы все рассказать нашим телезрителям. Единственное, что успею сказать, огромное спасибо, что все это время были вместе с нами. Смотрите телеканал «Видное ТВ». Всего доброго и до свидания. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»